Какова будет роль трудящихся в обществе, где из-за развития производительных сил не надо будет трудиться? Тогда они не будут трудящимися. Нет, но это, кстати, известная проблема. Сейчас мне сегодня уже писал человек, вчера писал человек, а вот что же делать сейчас 20% населения сможет обеспечить 100% производства и продукции. Но это не так. Представьте, если бы уровень потребностей в мировой экономике оставался бы такой же, скажем, как средние века, но с современными технологиями. Тогда бы все делалось двумя процентами, одним процентом населения. А что бы делали остальные? Непонятно что. Но ведь на самом деле просто общество тоже меняется. И в действительности вообще есть известная экономическая парадигма. Она очень хорошо описана Полом Кругманом, более популярным Майклом Робертсом, американским экономистом. Она связана с тем, что, наоборот, массовое внедрение автоматизации новых технологий приводит к экспансии занятости. Не к снижению занятости, а к экспансии занятости. Кстати, есть очень неплохой американский фильм Hidden Figures, скрытые фигуры. И там тоже очень смешная история, когда в Хьюстоне, в центр, где запускают, ну не запускают корабли, где готовят к запуску кораблей. И, кстати, сидят в основном чернокожие женщины, работающие, как там называется, счетчиками. То есть компьютерами, они называются компьютерами. То есть счетчики. Ставят IBM машину. И сначала все в ужасе думают, что ой-ой-ой, теперь вот поставили машину, мы все потеряем работу. Когда вся система электронная начинает работать, выясняется, наоборот, что людей не хватает критически. Потому что производительность увеличилась просто в 200 раз. И для того, чтобы уже обслуживать эту машину, которая работает в таких масштабах, нужно, наоборот, набирать новых людей. И так происходит каждый раз. Но у Кругмана есть очень интересная история, называется «Эффект хот-дога». Это такая, в общем, экономическая притча, но очень наглядная. То есть он показывает, что ведь автоматизация тоже не происходит одновременно, одномоментно во всех отраслях. Это просто технически невозможно. Это некий процесс, который двигается постепенно. И он втягивает все больше и больше людей. И вот представьте себе, что производители хот-догов делают булки, как известно, и сосиски. И вот изобрели сосисочного робота. Он приводит к тому, что резко уменьшается количество людей, которые необходимы для производства сосисок, как мы понимаем. Но одновременно резко удешевляются сами сосиски. При капитализме, по крайней мере, нет никакого смысла, никакого стимула для того, чтобы внедрять новую технику, если она не приводит к удешевлению продукции, если снижение издержек не происходит. Ну, почему нет? Она может упрощать администрирование. Ну, да. За простое администрирование и, например, за то, что тебе не нужно думать об отпуске. Я понял, но вы, значит, административные издержки снижаете? Все равно вы снижаете административные издержки. Какие-то издержки снижаете? Так я говорю, что в любом случае происходит снижение издержек. Не важно, каких. Происходит снижение издержек. Если происходит снижение издержек, вы получаете более дешевую продукцию, на нее увеличивается спрос. То есть в результате того, что появляется сосисочный робот в этой парадигме Пругмана, резко растет производство хот-догов. К чему это приводит? Во-первых, к тому, что булочники, которые еще не ввели булочного робота, начинают набирать людей, а не сокращать. Во-вторых, через какое-то время сосисок нужно делать столько, что при новой технологии нужно набирать людей в сферу производства сосисок. То есть сначала сократили, потом нужно набирать новых. Но через какое-то время догоняет булочная индустрия и не ставит булочного робота. Тогда действительно начинают, казалось бы, на первых парах увольнять людей булочников. Но хот-доги опять дешевеют, причем радикально дешевеют. Спрос на них растет, производство растет стремительно. И нужно опять набирать и булочников, и сосисочников. Но уже с другими квалификациями, уже с другими техническими знаниями и так далее. Потому что они уже будут не вручную печь эти булки, а управлять этим самым сосисочным роботом, ставить ему задачи какие-то и так далее. То есть именно так и происходит. То есть если мы имеем действительно массовую автоматизацию, то это приводит к мощному взрыву, к мощному росту масштабов экономики, появлению огромного количества новых задач, специальностей и так далее. И наоборот увеличивается спрос на рабочую силу. Но! То есть один интересный момент, что как раз именно стагнации экономики, в том числе технологические стагнации, именно они порождают массовую безработицу, застойную массовую безработицу, потому что просто нет спроса на продукцию. И как раз именно в периоды стагнации, с одной стороны, возникает ситуация, похожая на то, что мы сейчас видим, когда и безработица растет, и в общем-то растет страх перед внедрением новой техники, потому что кажется, что она еще больше увеличит эту проблему безработицы. На самом деле это не так. И внедрение новой техники просто тоже связано с социально-экономическим преобразованием. Это не происходит просто по мгновению руки, что захотели и сделали. Потому что, скажем, по той же самой металлургии в Соединенных Штатах, в том же Питтсбурге, я спрашивал специалистов, они говорят, да, мы можем делать гораздо более производительный металл и при этом экологически чисто, чем это делается в Китае. То есть мы можем успешно конкурировать и даже теснить китайцев. Говорю, почему вы тогда не делаете этого? Они говорят, это очень просто, потому что наши же компании вложили деньги в Китай, и пока они не отработают все возможности, связанные с эксплуатацией китайского рынка, китайской рабочей силы, они не будут внедрять новые технологии. Тут все очень логично, и в этом смысле кризис тоже очень логичный и неизбежно вытекает из подобного процесса.